Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайки этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 25 января и киевское время 19 часов. Ну начать сегодняшнюю оперативную обстановку хочу с поздравления сегодня день рождения президента Украины Владимира Зеленского. Пожелать ему здоровья и смелости, твердости в принятии решений. У него осталось одно генеральное решение. Войну он дает возможность военным вести и выиграть. А вот еще бы надо было бы проявить, наверное, волю в плане борьбы с коррупцией. Тогда бы у нас было идеальное государство. Наверное. Тем не менее, с днем рождения. Итак, на фронтах обстановка довольно тяжелая. Тут, к сожалению, хороших новостей очень мало. Но тоже они, тем не менее, есть. Итак, в течение суток противник нанес 4 ракетных удара и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Мы наблюдаем активизацию авиации и артиллерии, особенно реактивной, на отдельных участках линии боевого соприкосновения. И это обусловлено тем, что противник пытается вести наступательные действия на разных участках. Пытается. Это ключевое слово. Высока угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Ну, мы сегодня это с вами в утренние часы прочувствовали. Опять была массированная тревога, или масштабная тревога по всей Украине, в связи с вылетом самолета-разведчика А-50 в Мачуличах и самолета в МиГ-31. В ходе, я напомню, что в Беларуси идут совместные летно-тактические учения российской армии и белорусской армии. И они проходят под эгидой тренировок сил безопасности союзного государства. То есть Россия пытается перетянуть на себя одеяло боевого управления вооруженными силами Белоруссии. Ну, хотя бы его воздушную составляющую. Далее. Враг, понеся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. На Купинском, Запорожском и Херсонском противник ведет оборонительные действия. Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской области, Раздоловка, Красная гора, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьянка и Волшебная в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Признаков их формирования не обнаружено. Кстати, обнадеживающая информация по поводу группировки российских войск Белоруссии. Мы оценивали ее где-то в 11-12 тысяч. И очень много людей вы переживали, что может эта группировка нам спровоцировать вторжение с севера на разных направлениях. На Волынском, на Ровенском, на Житомирском или на каком-то киевском направлении. Как выясняет наша разведка, на сегодняшний день осталось всего-навсего около 5 тысяч российских военнослужащих на территории Беларуси. Все остальные погружены в эшелоны и отправляются, как вы там спрашивали, в цистернах. В цистернах они отправляются, не шучу, конечно, они отправлены воинскими эшелонами на Донбасс. И через территорию Российской Федерации. Так что группировка российских войск в Беларуси уменьшилась более чем в два раза. Новых поступлений пока нет. Это говорит о том, что Россия готовится, усиленно готовится наращивать усилия в наступательных действиях на Донецком. Ну, во всяком случае, пока что на Донецком направлении. На Запорожском попытка оказалась не увенчалась успехом, а наоборот была с треском провалена. Обстрелом подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Во всех трех областях суммарно пострадало более 40 населенных пунктов от обстрелов российской артиллерии. Огонь велся с минометов и ствольной артиллерии. На Сватовском направлении, это Купенск и Лиман, продолжаются позиционные бои в районе Новосуловского, в районе Площанки, Краснопоповки и в лесах в районе Кременной. Вчера проскочила информация о том, что вроде бы как были боевые столкновения, это даже писали российские паблики некоторые, о том, что были боевые столкновения на окраинах Кременной. Официально наше командование не подтверждает эту информацию, мы говорим только, что в лесах возле Кременной ведутся бои. Так что о том, что мы вышли на Кременную, пока можно сделать косвенный вывод из российских источников информации. На Бахмутском направлении, здесь самые тяжелые бои, они идут в направлении Николаевки. В Благодатном, более-менее за прошедшие сутки было стабильно, там идут позиционные бои. В районе Николаевки противник пытается атаковать. Враг вплотную приблизился к Провсковьевке. Состояние фронта из-за этого в Красной горе, я бы сказал, ухудшилось. Почему? Потому что есть угроза полуокружения Красной горы. В Бахмуте, в самом, россиянам удалось захватить дом за дамбой по улице Патриса Лумумба. Там продолжаются уличные бои. Идут бои к северу от Клещиевки. Тоже очень ожесточенные, пока результат данных боев неизвестен. На Бахмутском направлении под огонь противника попало более 30 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии фронта и в зоне досягаемости российской артиллерии. Также сегодня появилось сообщение, это Би-Би-Си. Они говорят о том, что вооруженные силы Украины полностью отошли от города Солидар в Донецкой области. Наше командование этого пока не подтверждает. Это сообщает нам Би-Би-Си. Но скажу так, что формулировка, а нет, они ссылаются на представителя Восточной группы вооруженных сил Украины Сергея Череватова. И было заявлено, что для сохранения жизни личного состава силы обороны отошли от Солидара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Ну, в принципе, это было ожидаемо. И я думаю, что мы выполнили главную задачу, это измотали максимального противника. Потери, ну, сейчас трудно оценить, но я думаю, что потери российских войск в Солидаре просто колоссальные. И соотношение будет в разы больше наших потерь при обороне этого города. Напомню, что там сразу за Солидаром протекает река Бахмутка. Скорее всего, наши войска отойдут за реку, и это будет естественной преградой в плане создания оборонительного рубежа. Так что российским войскам, так как и было с самого начала оборонительной операции, российские войска, взяв один рубеж нашей обороны, они подходили к следующему рубежу и начинали все сначала. Посмотрим, сколько они будут брать реку Бахмутка. Это что касается Солидара на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении российские войска атакуют Красногоровку и Новоселки. Пытаются продвинуться на север из поселка Спартак. Продвижение в Маренке не зафиксировано. Кстати, в сторону Красногоровки и Новоселовки 2-й, да, Новоселовки 2-й, кстати, извините. Они пытаются продвинуться на север из Спартака, но успеха не имеют. В Маренке продвижение противника не зафиксировано. Там идут уличные бои. Ситуация, линия фронта или линия боевого соприкосновения не движется. И это, в принципе, можно по Авдеевскому направлению, это можно отнести к хорошим новостям. На Новопавловском направлении. А вот тут началась активность. Если ранее мы все время говорили, что противник ведет оборонительные действия и идут в основном позиционные бои, то сейчас в районе Угледара опять морская пехота Тихоокеанского флота, которая уже один раз там положила почти половину своей батальонно-тактической группы, даже большую, наверное, часть, там было более 300 человек потерь санитарных у них. Но, тем не менее, они возобновили наступательные действия. И они начали атаку из населенного пункта Павловка в сторону дач. И из Никольского тоже в сторону дач и в сторону Угледара. Вот из этих двух населенных пунктов они попытались атаковать. Вспомогательный удар наносится из села Шевченко, тоже в сторону Угледара. Причем, опять же, основой атаки является морская пехота Тихоокеанского флота, которая там была до этого. Часть дач находится под контролем российских войск. Вот. Но в остальном попытка наступать не увенчалась успехом. Но бои в этом районе продолжаются. И пока конечного результата мы с вами не наблюдаем. На Запорожском направлении тут противник местами проводил артподготовку, но никаких продвижений нет. После вот этого жесткого отсечения попыток наступления нашей артиллерии и нашими войсками, кроме артподготовки, то есть кроме обстрела, в обмен артиллерийскими ударами, больше никаких активных действий за прошедшие сутки противник не предпринимал. На Херсонском направлении там обстрелы продолжаются. И вдоль правый берег реки Днепр за прошедшие сутки противник обстрелял более 40 населенных пунктов. Мы уже учимся мобильными группами отвечать, вести контрбатарейную борьбу. Особенно по Херсону надо отметить, что как только начали обстреливать город Херсон, наша артиллерия тут же развернулась и начала вести ответный огонь. Обстрел сразу же прекратился. То есть мы начинаем более мобильно, более быстро реагировать на вот эти обстрелы. Кстати, вчера я давал сводку, оговорился, что Потемкинские острова находятся между Херсоном и Олежками. Это в районе Херсона, это Херсонская область, не Запорожская. Там была предпринята попытка. Ну и вот пришла информация уже официальная от нашего военного руководства, что в ночь с 23 на 24 января, то есть в прошлую ночь, наша разведка предприняла такую, я бы сказал, дерзкую вылазку, диверсионно-разведывательную вылазку на левый берег в районе Новой Каховки. Было уничтожено здание, в котором располагался передовой пункт управления оккупантов. Также было заявлено о ликвидации 12 военнослужащих Российской Федерации. Уничтожен БТР-82А и один россиянин взят в плен. Имеется ввиду, конечно же, солдат. Это из наших потерь, главное разведуправление говорит о том, что у нас один военнослужащий раненый в ходе проведения этой операции. И они успешно на этих же катерах вернулись на правый берег Днепра. Да, конечно, я понимаю, что пресс-служба Министерства обороны России подала абсолютно противоположную информацию, что был уничтожен украинский десант на правый берег в районе Каховки. Ну, вот такая вот информация с нашей стороны. С нашей стороны, главное управление разведки опубликовало видео. Я не знаю, что опубликует Россия, но наши опубликовали видео. Все солдаты целы, один раненый, один пленный российский военный. Ну, и они отсняли там разрушение и посадку на катера и возвращение домой. Так что я склоняюсь больше верить нашей информации, потому что она подтверждена фото-видеоматериалами. Далее, здесь же по обстановке. Россия вербует заключенных граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы. Ну, во-первых, их принудительно вывезли в российские места лишения свободы. То есть, россияне решили их депортировать тоже, но не выпустили на свободу, а перевезли в свои тюрьмы. И вот теперь в этих тюрьмах идет активная работа по подписанию контрактов с той же, наверное, частной военной компанией типа Вагнера или типа Патриота. Трудно сказать кто, но тем не менее, такая работа среди этих заключенных, граждан Украины, содержащихся в российских уже тюрьмах. Ведется такая работа. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании Вагнер. Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления. Ну, они считают, что чем более тяжкое преступление, тем быстрее человек согласится на участие в войне на стороне врага. Из Каховки на Херсонщине оккупанты вывозят медицинское оборудование в центральной городской больнице в город Геническ, Херсонской области. Ну, это, кстати, я так напомню себе и вам, что то же самое наблюдали в Херсоне, когда был массовый вывоз медицинского оборудования со всех медицинских учреждений, находящихся в Херсоне. То есть, они грабили все, что могли. Ну, не хочу себя и вас обнадеживать, но, тем не менее, как разведпризнак, наверное, можно его засчитать. Авиация Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 авиационных ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники неба уничтожили и Силы обороны Украины, в том числе, уничтожили 1 Су-25, 3 ударных российских вертолета, но это я вчера еще успел вам сообщить, 3 беспилотника типа Орлан, 1 беспилотник типа Мерлин, это добавилось, и 1 беспилотник типа Ланцет. Ланцет, я напомню, это барражирующий боеприпас, дрон Камикадзе, задача которого бороться с бронетехникой противника. Они их применяют против наших бронированных целей. Артиллеристы и ракетчики наши поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения личного состава техники и вооружения противника. Обстановка в Черном море. По состоянию на утро от сегодняшнего дня, 25 января, в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет «Калибр». Я напомню, что там была одна подводная лодка и 3 надводных корабля. Общий зал этих носителей может составить около 28 ракет. Вот такие военные новости сложились на сегодняшний день на линии фронта, на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы еще рассмотрим несколько военно-политических новостей, которые происходят в Украине и вокруг нас. Ну надо отметить, да, мы знаем наконец-то, что на сайте правительства Федеративной Республики Германия уже опубликовано, висит и было сделано официальное заявление, аллилуйя, это решение о том, что Германия не передаст Украине танки и не возражает насчет передачи этих танков от стран-партнеров, у которых они есть на вооружении. То есть теперь все, кто хочет нам передать танки Леопард, ну давайте говорить, ладно, Леопард 2, потому что это может кто-то предложит, я напомню, Испания нам предлагала 100 танков Леопард 1, вот, еще летом прошлого года. Поэтому теперь все, кто хочет передать Украине Леопарды, они получили официальное добро от правительства Германии на передачу этих танков. Самое интересное, что Германия тоже сразу же включается в передачу этих боевых машин, этих танков, и первый этап поставки будет включать в себя передачу 14 танков Леопард в модификации А6. Это даже из состава Бундесвера, это даже лучше, чем то, на что мы рассчитываем, но во всяком случае я говорил вам о версии А4, это самая распространенная версия на сегодняшний день в Европе, и самая многочисленная. Вот, но тем не менее, Бундесвер готов нам передать версию А6, это более современная версия с большим количеством электроники и более улучшенная в плане боевых характеристик. Также про правительство Германии, а, там еще речь идет о двух батальонах, что один батальон вроде бы как будет передавать в Германию, и один батальон там будет делаться сводный из танков, которые будут передавать нам те страны, которые изъявили желание. В сети гуляет информация о том, что 12 стран изъявило желание передать нам Леопарды, но сегодня мы знаем это о Финляндии намерение, Дания, Польша, Норвегии и Норвегия. Вот страны, которые решили передать нам танки Леопард-2. Это уже вызвало, ну, я бы сказал, наверное, реакцию на уровни истерики в Москве. Причем, на что делает упор Москва? Дело в том, что в составе, ну, у Леопарда вообще особенные характеристики, и у него есть большая линейка боеприпасов. В том числе есть боеприпас с наконечником, это бронебойный боеприпас с наконечником из обедненного урана. Ну, слово обедненный уран, это, я бы так сказал, оно буквально отвечает своему смыслу. То есть, там, во-первых, сам наконечник очень маленький, во-вторых, уровень радиации, который он излучает, он настолько, настолько мал, что эти снаряды даже не нуждаются в отдельных каких-то специальных контейнерах хранения. То есть, это вполне допустимая, да, норма, конечно же, выше там фоновой, вот, но не выше допустимой. И эти снаряды с наконечниками из обедненного урана, они пробивают любую броню. Так что, при попадании этого снаряда шансов спастись, уцелеть для танка противника нет никаких. Так вот, Россия решила сделать такой упор на вот эти вот обедненные, слово обедненные, они зацепились за слово обедненные урана. И на сегодняшний день есть официальное уже заявление, значит, российское, ну, пока, как официальное. Чиновников, будем так говорить, средней руки, пока еще высшее руководство России не отреагировало на это, но тем не менее. Чиновники средней руки в Российской Федерации подняли истерику в том, что они приравнивают применение этих, если такие боеприпасы будут применены Украиной, то это будет приравнено к использованию грязных бомб Украиной против России. Самое интересное, на нашей территории и почему-то против Российской Федерации. И, соответственно, Россия будет отвечать адекватно. То есть, они зацепились за слово обедненный уран. Но на сегодняшний день я вам скажу так, что мы еще не знаем, дадут ли нам эти виды боеприпасов, потому что линейка у «Леопарда» очень большая. Там есть и с вольфрамовыми сердечниками подкалиберные снаряды, и есть осколочно-фугасные снаряды дистанционного подрыва. Они создавались по принципу зенитных боеприпасов. То есть, у него настолько широкая линейка боеприпасов, что, может быть, и не дадут нам вот этот с наконечником из обедненного урана. Но, в принципе, было бы неплохо, потому что это один снаряд, один танк. Сколько снаряда выпустил, столько танков поразил. И в Российской Федерации нет ничего противопоставить. Ни один бронеобъект в составе Вооруженных сил России не может выдержать удар этого, попадание этого боеприпаса. Вот, наверное, поэтому и такая огромная истерика. Кстати, появилась информация в сети, что редкоземельные методы... У них есть еще вольфрамовый, я уже напомнил, сердечник для бронебойных снарядов. Так вот, появилась в сети информация, что Китай лучший друг России, ну, как мы говорим, да, страна, которая, ну, колеблется еще так по отношению к Российской Федерации. Но, тем не менее, что редкоземельные металлы для производства боеприпасов и микрочипов в Европу поставляет Китай. Причем, транзит идет через территорию Российской Федерации. Вот такой вот для России неожиданный поворот событий. Следующая новость, что президент Таип Раджеп Эрдоган объявил о проведении, о дате проведения очередных выборов президента Турции. Они состоятся 14 мая. Вы знаете, вот я бы на этом поставил точку. Во всех разговорах, там, куда и что и как будет делать Турция, ну, вот в плане, там, разрешить Турции прием Швеции, особенно Швеции, про Финляндию как-то они забыли. А вот со Швецией у них довольно-довольно большие проблемы или довольно серьезное противостояние. Так вот, разрешит ли она Турция или ратифицирует ли принятие Швеции в НАТО? Будет ли она там принимать какие-то меры в отношении Греции? Там тоже у них, вы знаете, есть противостояние. Будет ли Турция проводить специальную военную операцию на севере Сирии? Эти все вопросы я бы закрыл до 14 мая. Единственное, я думаю, что, хотя тоже, наверное, вряд ли, но, может быть, президент Турции попытается еще поучаствовать, точнее, проявить инициативу в посредничестве между Россией и Украиной. Он очень хочет какую-то большую политическую победу принести к выборам и на этой волне, возможно, победить. Ну, посмотрим. Хотя, я думаю, что его внешняя активность, скорее всего, будет сведена к нулю. Почему? Потому как рисковать провалом в любом вопросе, который бы он не затронул, для него будет катастрофически. Ну, а мы с вами наберемся терпения и подождем 14 мая. И будем понимать, либо мы продолжим диалог с Таипом, Раджепом, Радаганом, либо у Турции может появиться новый президент. И, соответственно, новый вектор политики, как внешней, так и внутренней. Далее, Нью-Йорк Таймс нам сообщает о том, что рассылка бомб по почте, помните, да, по Европе прокатилась волна. В Испании, в посольстве Украины сотрудник получил ранение в результате подрыва конверта, который прислали по почте. В нем оказалось взрывное устройство. Потом было несколько конвертов там с глазами животных, вырезанных у животных и присылали их к конвертам. Так вот, Нью-Йорк Таймс сообщает нам, что за... все равно уши Москвы нашлись. Вот даже в этом деле нашлись уши Москвы. И говорят, что за этими рассылками бомб по почте стоит российская военная разведка. Вот. И они использовали местные ультраправые группировки, находящиеся в этих странах. Причем, кстати, даже в Швеции есть подозрение на то, что вот это сжигание Корана, из-за которого Турция, ну вот, Эрдоган занял такую жесткую позицию в плане ратификации вступления Швеции в НАТО, могла быть организована тоже российскими спецслужбами через ультраправые организации, именно с целью для того, чтобы дать повод Турции не ратифицировать ввождение Швеции в НАТО. То есть Россия везде, любыми способами пытается влиять на ход событий в свою пользу. Следующее. Военная разведка, наша военная разведка, опять же, делает заявления, на основании которых мы можем с вами прогнозировать дальнейший ход событий на линии фронта. Наш представитель военной разведки, генерал Скибицкий, дал интервью изданию Делфи, и он отметил, ну, я свел все интервью в два предложения. Это первое, что если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина. То есть, вот эта весенняя попытка наступать для Путина, она будет решающей. И, по словам того же Пана Скибицкого, основная активность россиян будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. В разведке ожидают, что примерно в феврале-марте будут бои за эти две области, а россияне будут пытаться взять под контроль Купенск, Сватово и Кременную. Ну, меня, кстати, приободрило то, что Сватово и Кременную, Сватово и Кременая сегодня находятся под контролем российских войск, но мы уже практически подошли к Кременой, и там недалеко на севере находимся от Сватова. Так что, если они будут пытаться взять под контроль, это говорит о том, что, возможно, эти населенные пункты в ближайшее время могут перейти под контроль вооруженных сил Украины. Вот такая вот суть одного из последних заявлений наших представителей нашей разведки для западных изданий. Это говорит о том, что это наступление для России будет решающим, для России теперь будет решающим, и судьба этого наступления определит судьбу или дальнейший ход военной кампании России против Украины. Далее, ну, мы все знаем, что Земля имеет форму чемодана, да, как бы ни старался, а все равно, хоть глобус и круглый, но все равно, если какое-то, где-то что-то плохое сделал, то оно обязательно бумерангом прилетит. Так вот, прилетела Венгрия. Венгрия очень сильно зависит от финансирования Европейского Союза, венгерская экономика. И вы помните, да, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал финансирование Украине, передачу Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Это там на сумму 3 миллиарда евро. Так вот, насколько я понимаю, нашлись какие-то доводы или аргументы, и Венгрия не будет блокировать. Причем не только эти текущие транши, но и даже следующий транш помощи от Европейского Союза Украине в размере 500 миллионов евро, это полмиллиарда, на минуточку, они уже блокировать не будут. Так что, вот так вот решаются вопросы в Европейском Союзе. Ну и еще несколько новостей. Германия начала перемещение зенитно-ракетного комплекса «Патриот» в Польшу. Комплексы направляются в город Замось, 60 километров от украинской границы. Там логистический пункт, где собирают военную помощь для Украины и будут защищать восточный фланг НАТО. Но, еще раз обращаю ваше внимание, не надо говорить, во-первых, дальность действия, дальность поражения комплекса «Патриот» максимально 80 километров. Можно сделать 100, но там надо учитывать особенности размещения пусковой установки и радиолокационной станции. Тогда можно добиться 100 километров. Ну, в основном 80, дается характеристика. Это не значит, что они на 20 километров перекроют наше воздушное пространство. Нет, они не будут прикрывать наше небо. Так что, это НАТО. НАТО усиливает защиту своего воздушного пространства. Эстония сделала такой реверанс в сторону России. Ну, я так понимаю, между Россией и Эстонией разворачивается холодная война. На уровне, сейчас на уровне дипломатов воюют, выслала Россия. Эстония выслала несколько российских дипломатов из посольства России в Эстонии. Россия выслала посла Эстонии из Российской Федерации. Ну, Эстония тоже взяла и ответила адекватно. Эстония планирует закрыть для Российской Федерации Финский залив. Фактически, это позволит Эстонии осматривать российские военные корабли и гражданские суда, выходящие из портов Ленинградской области и из Кронштадта. В случае отказа будет возможен запрет на проход через залив. А я напомню, что сегодня, в реалиях сегодняшнего дня, Финский залив с Арктическим, Балтийское море, фактически, становится внутренним морем НАТО. Особенно, если учесть, что против вступления Финляндии, уже на сегодняшний день, практически никто не возражает. Блокирует еще Венгрия и пока не подписала Турция. Против Швеции там, да, есть еще какие-то перепоны, я только что об этом сказал. А Финляндии нет. И там же недалеко находится НАТОвский флот. В Норвегии и в польских портах есть корабли флота стран-членов НАТО. И я так думаю, что если надо будет, они могут спокойно заблокировать. Так что Россия здесь еще и может нарваться на экономическую блокаду на Балтике и в Финском заливе. Еще одна новость пришла из Молдовы. Очень хорошая новость и хорошая тенденция. Я так понимаю, что вот эти вот заявления Майя и Санду о том, что они, возможно, рассмотрят вариант прекращения своего нейтралитета, вариант вступления в НАТО. И Молдова вспомнила, что армия где-то есть. Ау, где-то, где-то. Вот они нашли, что у них, да, армия все-таки есть в Молдове. И на этой неделе в Молдове, на всех полигонах Республики Молдова начались военные учения. Об этом сообщило Министерство обороны. Они решили, видимо, проверить, что же у них, в каком состоянии армия и на что она способна. С 24 января, то есть со вчерашнего дня, по 4 февраля на всех полигонах Молдовы пройдут учения Министерства Вооруженных Сил Молдовы. Нельзя обойтись без института изучения войны американского, который делает свои выводы, у них свой взгляд на нашу войну. И вот они пришли к такому выводу, что операция российских оккупантов в Запорожье закончилась провалом, ну мы это с вами знаем, да, фронт практически восстановлен, Россия понесла потери, откатилась на исходные позиции. Заявлениями о тактических успехах в Запорожьской области оккупанты отвлекают внимание от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте. Вполне возможно, что они решили сыграть на отвлекающий маневр. Может быть они решили сыграть на отвлекающий маневр сейчас и в Углидаре. На Запорожском направлении не получилось, они там уже успокоились, зализывают раны, как побитая собака. Так они решили тогда бросить опять остатки Тихоокеанской пехоты морской, бросить в Углидаре в бой, надеясь перебить или может оттянуть часть нашей, перебить информационное поле по поводу успехов в Бахмуте или оттянуть часть наших резервов. Возможно, они думают, что мы сейчас будем на растяжке между Бахмутом и, допустим, Углидаром. Ну пусть так думают, если это соответствует действительности. Ну и на Пасашок вишенка на торте. Эту новость просто нельзя было пройти мимо. Помните, Российская Федерация грозно отправила в боевой поход из Санкт-Петербурга отправила фрегат Адмирал Горшков. Все бы ничего, но это единственный фрегат российского флота, который якобы вооружен гиперзвуковыми ракетами Циркон, который преодолевает все системы, является гиперзвуковыми. Преодолевает все системы противоракетной обороны и могут принести ядерный заряд в любую точку земного шара. По дальности досягаемости. Но их надо подвозить. Дальность у них не такая большая, как у межконтинентальных баллистических ракет. Мы так и не увидели от Российской Федерации реальных роликов, реального видео, где проводились испытания и насколько они были успешны. Но тем не менее, заявка заявлена. В чем особенность была этого заявления? В том, что как только Адмирал Горшков вышел из Финского залива, из порта Санкт-Петербурга, об этом сказали, что он исчез, он замаскировался, и он идет к берегам стран НАТО. Мы еще гадали, я вам говорю, что берега стран НАТО, это практически вся Скандинавия, это Туманный Альбион, это Исландия, ну Туманный Альбион, понимаете, Великобритания, так иногда называют этот остров, Исландия тоже член НАТО, и Соединенные Штаты, и Канада, то есть практически вся Северная Америка. Ну и как все тайное всегда становится явным, посмотрела НАТО, посмотрела со спутника, протерли линзы, и сказали, что мы знаем, видим. Недавно фрегат находится в Атлантическом океане, его видят и сопровождают все средства разведки, начиная от радиоэлектронных, заканчивая оптической разведкой. Они даже теперь начали делать такой туристический экскурс этого фрегата, и вот сообщает американская разведка, что недавно фрегат сменил курс, и теперь плывет неподалеку от берегов Соединенных Штатах, находится в нейтральных водах. Так что сюрприз со стороны России для НАТО не получился. Ну что ж, на этом первый раздел нашего видео, новости военные и военно-политические, мы закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. Ну а продолжим мы, как всегда, по ответам на ваши вопросы. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Такой немножко, я бы сказал, с подковыркой. Доброго вечера. Скажите, отчего Украина позабыла про свои гениальные танки «Оплот» и «Ятаган»? Может, нужно было построить завод во Львове и клепать их много? Ведь и экипажи тогда переучивать не нужно. Ну, давайте так. Во-первых, вы немножко ошиблись. «Ятаган» — это наш не гениальный танк. Он произведен в единственном экземпляре. И это была попытка заинтересовать страны, члены НАТО. Под НАТОвский калибр он сделан, этот танк, в плане его покупки. То есть экспортный вариант. Что касается «Оплота» и «Булата», вот это наши гениальные танки. То скажу так, что переместить завод во Львов и построить его там — это годы и это миллиарды. Причем не гривен. Для строительства такого современного завода с полным циклом производства, примерно как в Харькове, наверное. Вот, это раз. Второе, если мы опять строим этот завод, мы опять уходим в прошлое. Мы возвращаемся в Советский Союз. Поэтому я думаю, что нам сейчас надо повернуть взгляд на Запад. А после окончания этой войны, потому что на Западе мы можем получить готовые танки. Причем сразу получить лучший танк в мире. Я имею в виду «Леопард-2». Он на первом месте. Кстати, наш «Оплот» не намного хуже. Он на десятом месте. Но он замыкает десятку. Он входит в нее. И это надо отметить. И у нас на сегодняшний день один танк «Оплот» выкуплен Соединенными Штатами Америки. И находится в США. Я думаю, как бы он не повторил... Американцы не повторили такой же трюк, как они сделали с Т-34. Они доработали этот танк и вернули уже Советскому Союзу. В начале вторжения немецкого в Советский Союз вернули доработанный танк, который пошел в серийное производство. Может быть. Потому что наш «Оплот» довольно неплохая машина. Да, которое требует доработки, требует конструктивных изменений. Но как за основу, основной боевой танк, да, мы можем его вполне после войны взять. Но это вопросы после военного обустройства обороноспособности нашей армии и нашей страны в целом. Я уже только что сказал и дополню, что «Оплот» входит в десятку и занимает десятое место. Из серийного производства мы успели сделать, ну, из-за того, что, как обычно, с финансированием у нас была проблема, мы сделали на числице 51 танк произведенный, 49 танков в Таиланде, один танк в Соединенных Штатах и один танк в Вооруженных Силах Украины. Есть еще информация, но она неофициальна, она распространяется средствами массовой информации о том, что вроде бы как 10 оплотов находятся в составе Вооруженных Сил Украины. Ну, в любом случае, это всего-навсего одна рота. Ну, а судьбу я тоже только что рассказал, эти как бы два вопроса, наверное, нас будет объединить в один. Судьбу этих танков я рассказал. Посмотрим после войны. Сейчас нам не до производства. Мы, дай бог, чтобы хватало мощности на их ремонт и восстановление тех, которые у нас есть в составе Вооруженных Сил. Ну, а западные партнеры нам для перемоги обеспечат поставки, уже это, я говорю это уверенно, потому что решение принято, обеспечит нам бесперебойные поставки современных, высокотехнологичных танков. Типа, не только Леопард, кстати, там, я напомню, Британия дает Челленджеры вторые. Франция рассматривает вариант передачи нам Леклерков своих. При этом Эммануэль Макрон, кстати, делает такие довольно, я бы сказал, серьезные или амбициозные заявления, так будет правильнее, что это лучший танк в мире Леклерк, хотя он не вошел даже в десятку, французский Леклерк. Швеция уже рассматривает вопрос передачи нам своих танков, которые сделаны на базе Леопардфта-2. Так что я так понимаю, что сейчас мы в танках, в Вооруженных Силах Украины, можем получить примерно ту же самую картину, которую мы имеем в нашей артиллерии. У нас практически вся Европа, европейская артиллерия практически сегодня уже представлена в Вооруженных Силах Украины. Видимо, то же самое будет и с танками. Но в любом случае, как бы, дареному коню в зубы не смотрят, и мы точно знаем, что эти танки лучше, чем российские. Иначе бы такого, такой реакции, такого воя на болотах не было бы, какой поднимается сейчас. Пояснить, будь ласка, для всех, чему разрабляет сброю, вид патрона, а не навпаки. Дякую. Так, дело в том, что любая бизнес-задача, или, ну, давайте так, любая задача, да, начинается с чего? С конечного результата. Что, да, зачем надо оружие? Поразить противника. Вопрос, как поразить противника? Убить его, ранить. Вот, допустим, там во Вторую мировую войну была тенденция, надо всех убить. Тогда это достижение. И в Первую мировую войну было то же самое. Изобретали пулеметы, во Вторую мировую изобрели автоматическое оружие, скорострельные пушки, там, и так далее. А вот в Холодную войну, допустим, стала задача не убить противника, а ранить противника, сделать его инвалидом, покалечить. Почему? Потому что нагрузка государства в обеспечении и лечении раненых и инвалидов возрастает в разы. И в этом плане идет сумасшедшая нагрузка на экономику страны. Так вот, все пляшут от конечной задачи. Чем поражает противника, вот личный состав, да? Ну, с танками, понятно, там снаряды противотанковые, там птуры, там гранатометы и прочее. Солдата поражают пулей. Все начинается с пули. Какая должна быть пуля, каковы ее характеристики. Потом встает вопрос, на какой дальности эта пуля должна нанести и какой урон солдату. Отсюда появляется заряд этой пули, соответственно, гильза, форма гильзы оптимальная, оптимальное количество пороха. Ее размер, вес, материал и все остальное. И потом, когда у вас есть уже готовый патрон, что надо к нему сделать? Надо сделать ствол, который обеспечит выстрел этим патроном. Вот именно поэтому все начинается с конечной цели. И даже не с патрона начинается. Патрон рождается из задачи, поставленной перед этим стрелковым оружием. Но начинается все с конечной цели. Поэтому всегда проектируют в обратном порядке. Ну, вообще, я бы странно, что в обратном. Я бы назвал это в прямой последовательности. Согласно поставленной задаче. Добрый вечер. Сражение Вальбаб несравнимо ни с каким-нибудь другим сражением. В руках ИГИЛ были много противотанковых ракет, РПГ-7, ПТУР и так далее. Они выкопали много туннелей. Неожиданно стреляли из близкого расстояния. Использовали машины, наполненные взрывчатками. Вес взрывчатки достигал до 500 килограмм. От 500 килограмм до нескольких тонн. Такие машины очень часто использовали террористов-смертников. Вблизи города почти равнина. В то время в самой турецкой армии были недостатки кадрово-офицерского состава и других профессиональных военных. После попытки переворота многие были арестованы и уволены. Автор говорит о том, что армия была ослаблена в плане подготовки личного состава и ослаблена резким прорежением или сильным прорежением командного состава, то есть офицерского состава. Была сделана система туннелей, которая использовалась в качестве засады. И кстати, два танка были подбиты, по некоторым данным, это неофициальные данные, не проверенный источник. Говорят, что их подбили женщины из числа курдских повстанцев с помощью применения птура типа ТОУ. Это американский птур. Даже точно не могут сказать ТОУ-1 или ТОУ-2 использовался. Их с очень близко. Практически эти танки расстреляли в упор. Даже один танк взорвался в боекомплект и его разорвало в клочья этот танк, потому как стреляли с близкого расстояния и произошла детонация боекомплекта. Но кстати, они не потеряли 10 машин. Неправда. Из-за гибели экипажей две машины были захвачены, две машины были точно уничтожены. Остальные машины получили повреждения. И вышли из боя, они потом были эвакуированы и восстановлены. Поэтому не надо говорить, что там 10 танков было... То, что было подбито 10 танков в одном бою, даже не 10, 8 получается, было подбито. Да, этот факт никто не отрицает. Но это никак не умаляет достоинства самого танка Леопард-2. И это не характеризует этот танк тем, что он, допустим, слабый или плохой. Точно так же могу привести вам характеристики, когда ополчение, сирийское ополчение, воюя с российскими войсками в Сирии, с помощью того же ТОУ-2, ТОУ-2 жгло Т-90 практически с максимального расстояния. За несколько километров прекрасно ТОУ-2 разносит в дребезги Т-90. А еще с учетом того, что у него в центре танка находится боеукладка, то детонация боекомплекта практически неизбежна. Выгорание или детонация? Когда розовое пламя в столб стоит над танком, это выгорание боекомплекта. А когда боекомплект детонирует, мы с вами наблюдаем полет башни и разнос корпуса танка на мелкие кусочки. Поэтому вот такая вот ситуация. Нельзя сказать, что это как-то... Да, такой факт и был. Кстати, о нем говорят... Ну, он везде описан. В том числе и описан... Вот я вам даже очень интересно приведу. Этот бой описан даже в Википедии в статье о Леопарде II. И написано, что в январе 1918 года Турция в очередной раз начала военные действия на территории Сирии. И вот этот бой с леопардами в районе этого населенного пункта произошел. Но фактически турецкие войска попали в засаду, которую организовали курды. Вот вам вот такой вот результат этого боя. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, еще раз про обстрелы из комплексов С-300. Для того, чтобы обстреливать наши города, Россия переделала все свои комплексы и ракеты под земля-земля. Или их ограниченное количество. Они стали реже стрелять по городам. Это признак, что ВСУ периодически уничтожает их непеределанные комплексы. И скоро такие обстрелы могут совсем прекратиться. Очень на это надеюсь. Заранее спасибо. Слава Украине. Смотрите, комплексы никто не переделывал. Давайте так. ИС-300, ИС-400 даже в штатном исполнении, вот как завод их выпустил, все равно любой противовоздушный комплекс имеет возможность наносить удары по наземным целям. У них есть вид стрельбы, называется земля-земля. Ракета ставится в положение земля-земля и летит. Что сделали россияне в связи с тем, что, по разным оценкам, наша разведка дает на сегодняшний день количество ракет комплексу С-300, которые наклепал еще Советский Союз. Потому что это был на тот момент лучший и самый массовый в производстве комплекс ПВО в Советском Союзе. И он же имеет возможность уже борьбы с ракетами. Он считался как и противоракетный комплекс. Так вот, Советский Союз наклепал по разным оценкам от 6 до 7 тысяч ракет. 6-7 тысяч ракет к этому комплексу на сегодняшний день где-то там на складах в Российской Федерации сегодня есть. Что сделала Россия? Понимая, что ракеты к Искандерам довольно дорогие, крылатые ракеты Калибр тоже довольно дорогие, делают их медленно, они придумали модификацию ракет комплекса С-300. Они доработали, ставят туда навигационный блок и по координатам запускают этот комплекс. Она эту ракету переводит в режим земля-земля, а корректировку ее делают по координатам GPS-навигации. Используя, кстати, в этих даже есть, мы по дронам иранским видели, что они ставят блоки от системы GLONASS, то есть от собственной системы навигации, чтобы не зависеть, допустим, от американской, чтобы вдруг американцы не ввели системную ошибку, которую они могут ввести в эту систему навигации, GPS-навигацию. Вот, и, соответственно, они их пускают. Единственное, что дальность пуска таких ракет составляет где-то порядка 100, ну максимум 120 километров. Сейчас появились, уже начали применяться в Российской Федерации комплексы С-400. Кстати, это говорит о том, что комплексов С-300 осталось довольно мало. Всего их было 516 на конец 21-го года в Российской Федерации, ну числилось. А это же, вы не забывайте, это же прикрытие всех родов, войск и видов вооруженных сил, всех военных объектов. Плюс они же входят в состав, не часть этих комплексов входит в состав ПВО страны. Но основная масса этих комплексов находится в сухопутных войсках. Видимо, их стало не хватать, особенно сейчас, когда надо и Москву защищать оказалось, и Энгельс защищать тоже надо, потому что стационарный комплекс не оправдывает своих надежд. Они начали применять С-400, его до этого не применяли. Но ракета к С-400, она более есть, и к нему новая ракета, их очень мало, сразу скажу. Она летит дальше, и соответственно, и воздушную цель она поражает там уже не до 200, а до 300 км может поражать. И наземную цель она может поражать на дальности до 200 км. Вот, говорят, последний им ракетный удар по Киеву производился именно этими комплексами С-400 с ракетами, которые летят на дальности 200 км. Порядка 200 км. Вот такая вот картина. Точность очень довольно низкая, за счет погрешности GPS и за счет корректировки этой ракеты в ходе полета. В основном, головная часть этих ракет рассчитана на осколочное действие. Основной поражающий фактор ракет комплексов С-300 и С-400 это осколки. Поэтому взрыв не такой большой силы, воронка не такая большая, а вот количество осколков просто неимоверное. Они там специально закладываются, потому что эти две ракеты не контактного действия. Они взрываются возле цели, создавая такое облако металлических осколков, через которое проходит воздушный объект. Естественно, он при этом разрушается. Вот такой вот у нее принцип работы. И вот такой ракет этих для 300 комплекса очень много. То, что сейчас немножко они поутихли с обстрелами, говорит, наверное, о двух вещах. То, что ракет переделанных, ракет, внимание, переделанных под класс земля-земля, очень мало. Видимо, промышленность сейчас там напрягается, пыхтит и пытается их наклепать. А просто ПВОшную ракету ставить в режим земля-земля, это пулять в белый свет, как копеечку. Не факт, что она туда, долетит туда, куда ее посылают. Плюс надо, если просто в комплексе земля-земля, без GPS-навигации, ее надо подсвечивать. То есть оператор должен светить, РЛС должна светить цель, тогда ракета, наземную в том числе, тогда ракета идет на эту цель. Вот такая вот кухня с этими ракетами на сегодняшний день. Следующий вопрос. Автоматический гранатомет не может заменить для ближнего боя и обороны миномет? Да вы что, это никакое сравнение. Автоматический гранатомет, станковый гранатомет, это фактически, ну будем так говорить, ну, наверное, вообще ни в какое сравнение. Ну, смотрите, гранаты, вот, допустим, возьмем АГС-17, да, он у нас самый распространенный, это советский. АГС-17 пламя, 36-мм гранатомет, радиус поражения осколками от этой гранаты 7 метров. Радиус. То есть одна граната накрывает 14 метров. Радиус поражения осколками 120-мм мины от миномета 400 метров. Одна мина перекрывает 800 метров. Вот вам ответ, ответ на весь вопрос. Количество осколков, которые будут из мины, размером там полметра где-то она высотой со взрывателем, калибр у него 120 мм, вес где-то там 20 с лишним килограмм, и граната, которую там в руке она весит 300-400 грамм. Вот вам ответ, может ли гранатомет, нет же, конечно, не может заменить. И дальность стрельбы. Миномет 7-200 максимально может ложить мину на максимальном заряде. Ну, гранатомет может там до полутора, 1700 где-то, вот так вот метров. Это потолок, насколько он может забрасывать эти мин. Добрий день, пана Олежа. Бачу в декількох відео, як наші воїни збивають малорозвідувальні дрони стрілецькою нарізною зброєю. Чи найпростіше їх збивати з гладкоствольною, тим самым дробом, наприклад, з сайги. Чи такой зброєю немає у нашій армії на зброєні. Ну, смотрите, а я, чесно говоря, я не охотник. Ну, вот, насколько я интересовался этим вопросом, я не помню, чтобы гладкоствольне ружьо, кортеччю или дробью могло стрілять на дальності 500-1000 метрів. Как це може робити стрілкове воруження? Даже тот же автомат Калашникова, у нього 1000 метров убойная дальності, у винтовки там до 4 км, у снайперской, допустим, винтовки. А ружьо ж, по-моєму, потолок 200-300 метров. Я, вот, охотники, подскажіть, ну, а якщо дробь, так вообще 50-100, даже 100 не буде, 50 метров. Почему надо, охотники всегда подбираються к плавням как можно ближе, с помощью собак поднимают уток и бьют их на взлете? Так они бьют с ближнего расстояния. А где? А если квадрокоптер висит 150-200 метров над землей? У нього камера высокого разрешения, допустим, в HD-качестве, он может приближать, фокусировать изображение, он может прочитать, что у вас написано там, на этом самом, на груди. Может быть, очень нехорошее слово. Но, как говорил когда-то Хазанов в своей юмореске, но, понимаете, но он не опустится ниже, и вы никаким гладкоствольным оружием до него не достанете. Поэтому нет смысла. Я знаю, что помповики, вот у американской полиции помповое ружье вообще считается эффективным 25 до 50 метров. А вообще самый эффективный 25 метров. То есть это помповик для того, чтобы врубить один раз, чтобы снести с ног там любого нападающего или преступника, за которым, допустим, которого хочет арестовать полиция, он оказывает сопротивление. Вот это да. Это помповое ружье, оно гладкоствольное. А так, я не думаю, что это будет эффективно по тактико-техническим характеристикам. Вопрос. Могут ли русские оставлять в своих брошенных танках и бронетранспортерах GPS-трекеры для отслеживания передвижения наших войск или мест ремонта? Ну, я думаю, они могли бы, если бы они до этого додумались. Это раз. И второе, наличие самих трекеров. Это два. Так что, но не забудьте, что в бронетехнике трекер надо размещать с наружной стороны, а не внутри. Потому что если его разместить внутри, его сигнал просто не будет, он не подаст сигнал. Броня является экраном для распространения GPS-сигнала от этого трекера. Поэтому, это первый момент. Ну и второй момент. Это практически невозможно, потому что, как правило, в боевой обстановке, когда подбивают бронетехнику, если кто-то из экипажа выжил, раненый или отделался контузией, то он что делает? Его эвакуируют и покидает эту технику. Вы думаете, в этом угаре, когда стоит горящий подбитый бронетранспортер, кто-то думает о том, что надо же поставить трекер, чтобы отследить, куда его потянут на металлолом. А та техника, которая бросается после налета нашей, допустим, артиллерии и подступлений, вот, допустим, на Харьковском направлении, все, что они побросали, они побросали в панике. И там отслеживать или расставлять трекеры, я думаю, что никому не было до этого дела. Но, допустим, на Харьковском направлении, там они ушли вместе с техникой. Практически ничего после себя, кроме того, что мы подбили. А то, что мы подбили, я уже сказал, какой трекер выживет в подбитом танке, или подбитом бронетранспортере, или БМП. Так что, я думаю, что это нецелесообразно, и таких случаев не зафиксировано на сегодняшний день. Добрый вечер. Каждый день в сфотке Генерального штаба говорится об определенном количестве авиационных ударов на линии фронта. Вопрос. Что представляют из себя такие удары? Это когда самолеты и вертолеты пускают НУРСами с кабрирования. Спасибо. Кабрирование, чтобы вы знали, это когда вертолет не заходит на цель, так как он должен. Он должен зайти на цель, и вдоль линии фронта должен отработать НУРСы. Это неуправляемые реактивные снаряды, которые заряжаются в кассету специально. Две кассеты, как правило, на вертушке подвешены. И этими НУРСами обстреливается, он идет вдоль линии фронта и обстреливает позиции войск противника. Так как сегодня война диктует свои обстоятельства, боевые порядки, что наших войск, что российских войск насыщены средствами ПВО, поэтому никто не залетает на территорию противника. Вот почему мы сбиваем российские вертолеты и самолеты, потому что я уже говорил вам однажды, что, скорее всего, это вот как говорил известный герой «Бой идут огнестарики», желторотиков понабирали, вот они и попадаются. Они залетают на нашу территорию или залетают в зону поражения наших средств ПВО. И мы их валим, ввиду неопытности пилотов. Поэтому есть такой вид, как кабрирование. То есть они, не долетая до линии фронта, зависают, поднимают нос вертушки вверх и на стильной траектории, пуская их вверх, они на стильной траектории перелетают линию фронта и падают на нашей позиции. При этом точность очень низкая, должен быть очень опытный пилот, который правильно рассчитает угол подъема и правильно рассчитает момент нажатия кнопки «Пуск», для того, чтобы они точно легли по цели. Как правило, они разбрасываются куда попало. Вот это называется кабрирование. Это первый момент. Далее, что такое налет? Это отработка авиации, армейской авиации или штурмовой авиации по одной цели. То есть, если пехота вызывает огонь авиации, поддержку, прилетают либо вертушки, либо штурмовики, отрабатывают одну цель, это может быть просто позиция, которую не могут взять на господствующей высоте, например. Нужна помощь артиллерии, артиллерии недостаточно. Значит, обращаются куда? К авиации. Авиация прилетает, наносит удар. Вот это один авиационный удар. Может быть, взводный опорный пункт, может быть, ротный опорный пункт, но они работают по переднему краю, они не бьют по складам. Могут быть зенитно-ракетные комплексы, которые, о чем все время говорят, которые находятся в непосредственной близости. Это в основном тактические ЗРК, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. И они, в первую очередь, их надо выбивать. Это считается приоритетная цель. Для чего? Для того, чтобы мы могли спокойно поднимать нашу авиацию и наносить огневое поражение противнику. То же самое старается делать противник. Все действия в этом случае зеркальны. Так вот, один боевой вылет, отработка по одной цели, это и есть одна огневая задача. То есть, если мы говорим, что наша авиация за прошедшие сутки совершила 8 авиационных ударов, это значит, что наша авиация поразила 8 отдельных целей. Каков характер целей? К сожалению, нам не раскрывают. Такие подробности, я думаю, Генеральный штат напишет в своих отчетах и мемуарах после нашей победы. Перемоги, выборчи-то, после нашей перемоги. Ну вот, да, конечно, события развиваются стремительно. И в связи с последними событиями, расскажите, пожалуйста, сравнительную характеристику танков Т-90 и Леопард-2. Но тут написано Т-90 дроп Т-72. Ну, я думаю, что Т-72 вообще не имеет смысла брать. Допустим, почему? Потому что в линейке модернизации, именно модернизации, это ключевое слово для российского танкостроения, сегодняшнего, современного. Россия не смогла создать концептуально новый танк за 30 лет своего существования. Т-90 это, ну, будем так говорить, примерно прапраправнук Т-34. Т-72 это где-то внук или правнук, первый правнук Т-34. Это глубокая модернизация, которая, кстати, не решает, вот чем удивительно, что модернизация танка Т-72, когда они из 72-ки делали Т-90, они даже не решили концептуальных проблем, которые возникали в ходе эксплуатации танка Т-72. Главной задачей Россия ставила дешевизну производства и простоту производства, которая бы обеспечила массовость. И Т-90, кстати сказать, по техническому заданию предназначался на продажу, на экспорт. Он в первую очередь, во вторую очередь он уже, во вторую очередь он уже тоже, он тоже предназначался для вооруженных сил Российской Федерации. Но первичная задача состояла именно в продаже этого танка. Ну давайте посмотрим. Хорошо, танк Т-90, боевая масса 46,5 тонн. Относится к категории средних танков, средний считается массой до 50 тонн. Экипаж 3 человека, выпущено более 2000 танков, 2100. Вооружение 125-мм гладкоствольная пушка, спаренный пулемет вместе с пушкой и стабилизировано в двух плоскостях системой. Имеет возможность стрельбы ПТУРом, ПТУР называется Инвар-М, через ствол. Дистанционно наводимый автономный пулемет НСВТ, который расположен на Турили на башне танка. Управляется изнутри башни дистанционно. Скорострельность танка 6-8 выстрелов в минуту. Система управления огнем позволяет экипажу поражать движущиеся цели в движении с высокой вероятностью попадания в цель. Причем с первого выстрела. Почти при любых погодных условиях. Но ключевое слово позволяет. Дальше я расскажу сейчас общие характеристики, дальше расскажу о недостатках. Установленная система боевого управления и система навигации, которая может быть интегрирована вплоть до уровня дивизии. То есть они ставят приемники команд, которые могут интегрироваться в общую систему. Но это не система передачи данных. Точнее не система передачи целеуказаний. Это система передачи данных. То есть танк может принимать участие и в составе дивизии может получать данные о ходе боевой операции. Двигатель модификаций несколько. В основном от 840 до 1000 лошадиных сил силовая установка на танке Т-90. Скорость 50-70 км в час. Запас хода от 350 до 650 км. В зависимости от мощности двигателя и типа двигателя установленного на данном танке. Там разный расход. Пробег танка до капитального ремонта составляет порядка 14 тысяч километров. Стоимость танка в пределах в среднем 3 миллиона. 2,5-4,5 миллиона долларов Соединенных Штатов Америки. Теперь немного подробнее о нем. Смотрите. Во время эксплуатации этого танка, начнем с того, что это самая современная российская боевая машина. Кстати, мы в районе Купинска мы захватили в целости и сохранности Т-90. Поэтому у нас была полная возможность разобрать его, посмотреть, изучить и передать нашим партнерам, для того, чтобы они ее разбирали. Кстати, если я не ошибаюсь, по-моему, на пятом или на шестом, где-то на шестом, по-моему, месте Т-90 стоит в рейтинге. В международном рейтинге лучших танков мира, где-то там, во второй половине Т-90 находится. Мы захватили, кстати, Т-90М. Это самая последняя модификация машины, которая существует. Так вот, танк Т-90 является модернизацией модели Т-72БУ, выпущенной в середине 80-х годов, сохранившей многие конструкционные недостатки от старой 72-ки. То, о чем я вам говорил. Т-72 создавался как недорогой в производстве и массовый, в первую очередь с целью производства на экспорт. Кстати, одна из версий появления 72-ки, это то, что советская промышленность не смогла потянуть массовый выпуск танков Т-64. Именно 64-ка была принята как основной танк, но когда увидели, сколько он стоит, 72-ка была сделана как точная дешевая копия Т-64. Но это одна из версий. Кстати, тоже из российских источников. Так вот, в начале 2000-х годов свою модификацию Т-90С закупила Индия. И это, кстати, способствовало развитию этого танка и производству, потому что за счет закупок Индии оплачивалось производство других танков для нужд российской армии. Так вот, во время эксплуатации была обнаружена критическая проблема этого танка. Перегрев и быстрый выход из строя двигателя. В основе этого явления лежит то, что мотор, который они поставили в этот танк, я так понимаю, тысяч сильный, это Б-92 двигатель. Он, по сути, является форсированной версией мотора Б-2, который стоял на Т-72. То есть, они не сделали новый мотор, а мощность увеличили за счет форсирования самого двигателя, расточки цилиндров. Вот, точнее, расточки гильз в блоке цилиндров двигателя. Это, кстати, АБ-2 мотор, это полный прообраз двигателя Т-34. Вот почему я говорю, что они там где-то родственники, далекие родственники, а с одного поколения в другое. За счет увеличения объемов литража двигателя, точнее, рабочей камеры, получилось, что топливо не успевает выгорать, и Т-90 очень часто на полигоне дымит. Это неполное сгорание топлива. При этом, естественно, расходуется масло. Дальше, динамическая защита, Контакт-5, которая на практике применяется чаще, чем вариант Реликт, вполне показала себя на поле боя. У нас в Украине. Но она очень ограниченно способна противостоять современным средствам поражения. То есть, от Дживилина она не спасает вообще, от слова совсем. От НЛАУ она тоже не спасает. Да, она может спасти российский танк от наших снарядов. Когда идет танковая дуэль, или когда работает, допустим, МТ-12, наша противотанковая пушка. Кстати, тоже старая советская 100-мм гладкоствольная противотанковая пушка. Вот это, что касается динамической защиты. Система управления огнем Калина, которая там установлена, мониторы очень низкого качества. Плохо работает в динамических условиях. То есть, на месте она работает еще более-менее. Когда танк находится в движении, то сидеть и смотреть в эти мониторы практически невозможно. Точно так же, как российская система радиосвязи. Кстати, это была проблема всех российских войск, которые вторгались в Украину еще в феврале. Со связью у них было совсем и совсем туго. Так вот, в танках тоже самая проблема со связью в этих Т-90. И, соответственно, совокупность этих факторов, недостатков, она не позволяет добиться желаемой управляемости и степени координации этого танка в бою. Также сюрпризом стало полное отсутствие новой системы автоматозаряжания. То есть, автомат заряжания в Т-90 абсолютно такой же, как автомат заряжания в 72-ке был. Они его просто тупо туда переставили. Ну и безопасность боеукладки в башне. Боеукладка находится в башне. То есть, экипаж сидит в середине боеукладки. И вот это вызывает, как бы, не дает шанса в экипажу на то, чтобы выжить в условиях современного боя. Это что касается Т-90. Значит, основные недостатки. Плохая управляемость огнем и системами управления огнем в движении. Неэффективная активно-реактивная броня или динамическая защита, правильно я так буду сказать. Проблемы с двигателем. Перегрев двигателя и выход из строя. Ну и недостаточная мощность этого двигателя. Все-таки 1000 лошадиных сил на 46 тонн веса. Я скажу вам так, что это очень даже и очень мало. И все делается вручную. То есть, надо вручную вводить поправки, метеопоправки в эту систему Калина, управление огнем. Если метео меняется, там каждые 15 минут надо уточнять метеопоправки. Если их не ввел, значит точность наведения орудия будет очень сильно хромать. То есть, автоматика не будет учитывать поправку на погодные условия в ходе ведения огня. То есть, точность работы системы. Слабые средства связи. Ну и слабые средства обмена данными на поле боя. Леопард 2. Боевая масса от 50 до 66 тонн. Существует 7 модификаций. Уже даже больше. Есть 7А, 7Б модификации. Ну, будем так говорить. Основных существует 7 модификаций. Танка Леопард. Экипаж 4 человека. Изготовлено 3200 танков. Вооружение. 120-мм галкосольная пушка. С пушкой спарен пулемет МГ-3. Калибра 7,62. Ну, я напомню, что такое МГ-3. Это тот знаменитый. Это, будем так, реинкарнация того знаменитого пулемета. Времен Второй мировой войны. Который был неубиваемый. Который был самый выносливый из всех пулеметов на полях сражений Второй мировой войны. Второй пулемет МГ-3 расположен в турельной установке на заряжающем люке. И управляется дистанционно изнутри танка. Здесь как бы паритетно. Единственное превосходство в пулемете. Хотя НСВТ, я бы не сказал, что сильно уступает. Он тоже считается довольно хорошей машиной. И у него калибр 12,7. Здесь калибр 7,62. Скорострельность танка такая же. 8 выстрелов в минуту. Причем он может обеспечивать такую скорострельность даже в движении. Система управления огнем вырабатывает данные для стрельбы пушки. Углы вертикального и горизонтального наведения на основе атмосферных условий типа боеприпаса, пространственного положения танка и расстояния до цели. То есть система управления огнем Леопарда работает полностью в автоматическом режиме. Задача наводчика поставить маркер на цель и нажать кнопочку захват. Пушка автоматически наводится в эту цель с учетом всех поправок. В том числе и поправок на потерю начальной скорости снаряда в результате износа канала ствола. И это все обеспечивается в движении. Если в Т-90 в движении проблема с работой мониторов и с наведением орудия. То есть стабилизация. Кстати, я вам напомню, знаменитый ролик, который набирает миллионы просмотров на ютюбе. Это реклама танка Леопард. Когда они ставят бокал с пивом на дульный тормоз танка и едут по лесу с включенными стабилизаторами. И пиво в бокале даже не колышется. Вот что такое стабилизатор Леопарда 2. Представьте какая точность стрельбы при такой стабилизации ствола. А теперь добавьте сюда еще и учет поправок на ведение огня. То есть учитываются все метеопоправки. Причем учитываются автоматически. Вводятся не вручную. Дальше. Если же цель не видно. Если все цели попрятались и танк выехал, а стрелять вроде как не в кого. У него есть целая система датчиков, которые определяют наличие целей, замаскированных целей. В частности тепловое излучение. То есть есть тепловизионный канал, чего мы не увидели в танке Т-90. Который помогает находить цели. И соответственно по этому каналу там есть свой маркер. Точно так же танк наводится и ведет огонь. Ну и по характеристикам ходовым качествам двигатель полторы тысячи лошадиных сил. Вот вам ответ. Уже в полтора раза мощность двигателя меньше. При том, что масса больше всего. Ну в среднем на 10 тонн всего лишь. В разнице 10 тонн. А в мощности двигателя разница в 500 лошадиных сил. То есть приемистость танка, его динамические характеристики ходовые. Намного в полтора раза выше, чем у Т-90. Скорость у него от 70 км в час. Запас хода тоже разный. Разносится от 220 до 550 км. В среднем где-то 400-450 км запас хода. Пробег до капитального ремонта поменьше будет. 10 тысяч километров. И стоимость, конечно же, леопарда от 10 до 20 миллионов долларов. В зависимости от комплектации самого танка. Кстати, в версии А-6, начиная с версии А-6, танк может принимать участие в моделировании боевых действий с применением искусственного интеллекта. То есть он может работать в системе РОЙ. Боевой РОЙ. На сухопутный. Так что вот вам, пожалуйста, сравнение. Ну а по живучести танка, да, я забыл еще сказать, что у Леопарда 2-го боеукладка отделена от экипажа бронелистом. И в боеукладке сделаны специальные отверстия. На случай ее подрыва или возгорания для того, чтобы пороховые газы прорывались наружу танка. Но никак не внутрь танка. Броневая перегородка открывается автоматически на момент заряжания. Заряжающий вынимает снаряд. Экипаж 4 человека. У них есть заряжающий. Они считают, что так лучше и безопасней. Ну а в плане брони у него даже верхний ряд катков полностью прикрыт. Даже две трети. Борта танка прикрыта активной броней от гранатометов и от противотанковых средств. Но я уже не говорю о лобовой части башни и самого танка. Там считается самая активная, самая мощная броня. На сегодняшний день мало противотанковых средств, которые способны пробить такую броню, как у Леопарда 2-го. Особенно начиная с версии А4 и заканчивая версией А7. Поэтому по своим боевым характеристикам, если где-то в каких-то параметрах может быть Т-90 и может соперничать с Леопардом, то по основному списку боевых характеристик, особенно система управления огнем, что самое главное, и живучесть танка на поле боя, его бронезащита. У Леопарда в разы она, на порядок она лучше, чем у Т-90. Ну вот такой вот примерно сравнительный. Поэтому они так и переживают за Российская Федерация, поэтому переживают, что появление... Пока мы на равных, понимаете? Наши Т-64, российские 72-ки, Т-90, это примерно наши Т-80, даже 72-ка модернизированная в Чехии, в Польше, она примерно паритетна. В своих боевых качествах. Но появление Леопарда на поле боя, появление Челленджера на поле боя, Абрамса на поле боя, нам даст огромное преимущество в качестве ведения боевых действий с применением этих танков. Вот в этом и есть главная особенность западного вооружения. Россия модернизирует старое. Вот общий вывод делаем следующий. Россия модернизирует старое. Она идет путем модернизации. Ну, не знаю, почему они не хотят сделать концептуально новый танк. Они пытались сделать Армату. Кстати, это концептуально отличающийся танк от того, что есть в России на сегодняшний день. Но проект загубили. Ничего у них не получилось. И проект закрыт. Официально закрыт с 21-го. Да, по-моему, с 21-го года. Официально проект закрыт. Парадный расчет, который катался по Красной площади, сейчас, говорят, будет отправлен на фронт. И то я больше чем уверен из-за того, что просто других танков современных, более-менее модернизированных, современных не хватает. Запад идет по пути, по другому концептуальному пути развития танкостроения. Причем у них иногда бывает так, что версия предыдущая от последующей может отличаться конструктивно. То есть, они вносят изменения в конструктив танков. Они могут менять, очень делать, ну я бы сказал, вплоть до изменения концепта в своих танках, могут делать модернизацию этих машин. Ну что ж, вот такой вот, вот такой вот, на сегодняшний день получился раздел номер два, ответы на вопросы. Скорее всего, мы на этом, наверное, закончим. Потому как по времени уже немножко перетянули, чтобы не нагружать ваше внимание прослушиванием и просмотром этого видео. Приветствия, пожелания и комментарии мы отложим на следующий раз. Просто сделаем этот третий раздел побольше, вопросный немножко поменьше. Поэтому я благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Приглашаю тех, кто не подписан, подписаться на мой канал. Также, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи мой канал существует. У меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить Збройным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!